Многоэтажные дома и бизнес-центры каждый день заполняют столицу. ЖК строят там, где, по мнению многих астанчан, быть не должно, вытесняя скверы, детские площадки, а иногда и школы. Редакция «Голос народа» решила спросить у жителей столицы, каких объектов, по их мнению, не хватает нашему городу для полного комфорта. У нас не хватает детских садиков, школ не хватает. У нас не хватает сквер для бабушек, дедушек. Ну, дома уже достаточно настроены. Много, да? Очень много, очень много ЖК, но не хватает у нас вот именно садиков, школ. А детских площадок как, во дворах, допустим? В детских дворах тоже мало, в очень малом количестве. Не хватает, не хватает, действительно не хватает. Очень тяжело вот мамам. Ну, скорее всего, наверное, детские, вот эти оздоровительные центры много надо, чтобы дети гуляли. В школах не хватает, да. Садиков не хватает. Конечно, детские сады, чтобы бесплатно были, и чтобы без очереди нормально принимали. Да, вы знаете, проблемы с больничными комплексами. У нас поликлиники, вот сейчас вот бабушка моя, ей под 80 лет, рядом есть поликлиника, терапия. А специалисты по всему городу туда, туда раскиданы. Вот как-то с точки зрения медицинских, да, что-то тут надо подумать. Ну, школы и садики, это в любом случае, конечно, этого всегда мало, и всегда не будет хватать в любом городе, не только в Астане. Поэтому, как бы, за это мы да, за. Да, потому что дети наше будущее, и поэтому им нужно красивые, уютные, большие, просторные школы, чтобы они не в одном классе сиделись и в коридорах, а действительно в красивых школах учились, просторных. Бассейны, центры, спортивные какие-то секции. И по возможности, конечно, чтобы все это было бесплатно, потому что не каждый может заплатить за хорошую услугу. Ну, поликлиники, видите, сейчас очень много частных же, и люди, может быть, из-за этого обращаются больше в частные, может быть, из-за нехватки, или из-за того, что времени не хватает сидеть в этих хочется. Не то, что времени и по здоровью тяжело жить, тем же и пожилым людям, и инвалидам, пенсионерам сидеть. Ну, можно и такие объекты тоже. Зданий? Красивых, удобных, для многодетных, жилые дома. Детсадов не хватает, это точно. Внуки у нас, я знаю, имею внуков, детских садов не хватает. Наверное, больше каких-то образовательных. Для детей? Да, для детей, для развития детей. Какие-то центры, кружки в этом плане? Да. В больнице, вот она, больница. Местов мало в больнице. Там приходится, если кому-то назначают, тут нет места, и дальше отправляют. Хотелось бы, чтобы побольше было в больнице. Конечно, да, да, да. С какими преимуществами? Ну, чтобы полное обслуживание было в больнице. Как зашел, так и вышел, здоровеньким. А так, столица вообще, вот, по зданиям, допустим. А так нормально, нормально. Наверное, больше всего детских площадок и спортивных. И спортивные? Да, и спортивные, и детские площадки. Больше государственных. И так за все, за все приходится народу платить. А детские сады? Куда еще платные? Детские сады, допустим. Детские сады тоже надо, потому что группы все перегружены. 35 и больше детей. В каждой группе очень много детей. Я сама воспитатель, я знаю, что детям больше детских садов, больше детских площадок. Вот у нас я живу в поселке Интернациональный. На нашей улице, например, на улице Нурлжол, на улице Аралкум нет детской площадки. А вообще? Вообще нет детской площадки. Есть там пару детских площадок, но это надо далеко идти. И поэтому не каждый родитель сможет каждый раз водить ребенка. И наши дети, можно сказать, играют на улице. Надо еще детей одевать, их надо развивать, надо какие-то центры водить, надо и на плавание водить, чтобы здоровая молодежь росла. Откуда они у нас будут здоровы, если они не будут питаться и заниматься? Главное питание. Исходя из ответов горожан, можно сделать вывод, что в столице имеется острая нехватка развивающих центров, детских садов и школ. Ситуацию еще можно будет спасти, если вместо хотя бы одного проплаченного ЖК на пустыре поставить, ну, к примеру, центр для детей.